В южный курортный городок приехал цирк. Плановик Чередниченко отдыхал в том городке, устроился славно, чувствовал себя вольготно, даже слегка обнаглел, делал выговор продавщицам за тёплое пиво. В субботу вечером Чередниченко был в цирке. На следующий день, в воскресенье, в цирке давали три представления, и Чередниченко ходил на все три. Он от души смеялся, когда смуглый длинноволосый клоун с нерусской фамилией выкидывал разные штуки. Тревожился, когда молодой паренёк в красной рубахе гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой семь страшных львов, стегал их бичом. Но не ради клоуна и не ради страшных львов ухлопал Чередниченко шесть рублей. Не, не ради львов. Его глубоко взволновала девушка, которая открывала программу. Она взбиралась по верёвке высоко вверх, и там под музыку крутилась, вертелась и кувыркалась. Никогда ещё в своей жизни Чередниченко так не волновался, как волновался, наблюдая за этой гибкой и смелой циркачкой. Он полюбил её. Чередниченко был холост, хотя и разменял уже пятый десяток. То есть он был когда-то женат, но что-то такое получилось у них с женой. В общем, разошлись. Давно это всё было, но с тех пор Чередниченко стал не то, чтобы презирать женщин, стал спокоен, даже несколько насмешлив с ними. Он был человек самолюбивый и чистолюбивый, и знал, что к 50 годам станет заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал полновиком. Ну, или на худой конец с директором совхоза. Он заканчивал сельхозинститут заочно и терпеливо ждал. У него была отличная репутация. В общем, время работало на него. Буду замдиректора, будет всё. И жена в том числе, думал он. В ночь с субботы на воскресенье Чередниченко долго не мог заснуть. Всё курил и ворочался. Забывался в полусне. И мерещилось ему, чёрт знает что. Маски какие-то. Звучала медная музыка циркового оркестра. Рычали львы. Чередниченко просыпался, вспоминая циркачку. И сердце его болело и ныло. Точно, циркачка была уже его женой. И изменяла ему свертлявым клоуном. В воскресенье циркачка доконала плановика. Он узнал у служителя цирка, который не пускал посторонних к артистам и к львам, что та циркачка из Молдавии, что зовут её Ева, получает она 110 рублей, что ей 26 лет и она не замужем. С последнего представления Чередниченко ушёл. Выпил в ларьке два стакана красного вина и пошёл к Еве. Дал служителю два рубля. Тот рассказал, как её найти. Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то верёвках, ремнях, тросах. Остановил какую-то женщину. Но та сказала, что Ева ушла домой. А где живёт, она не знала. Знала только, что где-то на частной квартире. Мол, не в гостинице. Чередниченко дал служителю ещё рубль. Попросил, чтобы он узнал у администратора адрес Евы. Служитель узнал адрес. Чередниченко выпил ещё стакан вина и пошёл к Еве на квартиру. Адам пошёл к Еве, пошутил сам с собой Чередниченко. Он был человек не очень решительный. Знал это и сознательно подгонял себя куда-то в гору, в гору, на улицу Жданова. Так ему сказали, надо идти. Ева устала в тот день. Готовилась ко сну. «Здравствуйте!» – приветствовал её Чередниченко, ставя на стол бутылку кокура. Он за дорогу накрутил себе хвоста. Заявился смелый и решительный. «Чередниченко, Николай Петрович, плановик. А вас зовут Ева, я знаю. Правильно?» Ева была немало удивлена. Обычно поклонники её не баловали. Из все их трупы поклонники осаждали троих-четверых. Смуглого клоуна, наездницу и реже сестёр Геликановых, силовых акробаток. «Я не помешал?» «Вообще-то я спать готовлюсь. Устала сегодня. А что? Я немножко не понимаю». «Да», – сказал Чередниченко, – «сегодня у вас денёк». «Скажите, а вот этот оркестр ваш, он вам не мешает?» «Нет. Я бы всё-таки несколько его поубавил. Действуют на нервы. Очень громко. Куда там, к шутам». «Нам ничего, мы привыкли», – сказала Ева. Чередниченко отметил, что вблизи циркачка не такая уж красавица, и это придало ему храбрости. Он серьёзно задумал отвезти циркачку к себе домой. «Жениться». «Что она была циркачкой, они скроют. Никто знать не будет». «Вы не позволите предложить вам?» – Чередниченко взялся за бутылку. «Нет, нет», – твердо сказала Ева. «Я не пью». «Совсем?» «Совсем». «Нисколько, нисколько, нисколько». Чередниченко оставил бутылку в покое. «Робопера», – почему-то сказал он. «Я сам выпиваю очень умеренно. У меня есть сосед, инженер-конструктор. Допивается до того, что обохмелиться утром нет рубля. Идёт чуть свет в одних тапочках, стучит в ворота. «У меня отдельный дом из четырёх комнат. Ну, калитку, естественно, на ночь закрываю на запор. Николай Петрович, дай рубль. Василий, говорю. Василий Мартыныч, дорогой. Не рубля жалко. Тебя жалко. Ведь на тебя смотреть тяжело. С высшим образованием человек. Талантливый инженер, говорят. Да чего же ты себя доведёшь?» «Ну, рубль-то даёте?» – спросила его. «А куда ж денешься-то? Он вообще-то всегда отдаёт. Но, действительно, мне денег этих жалко. Я достаточно зарабатываю. У меня оклад 160 рублей плюс премиальные. Вообще, находим способы. Не в рубле дело в общем, естественно. Просто тяжело глядеть на человека. В чём есть, в том и в магазин идёт. Люди смотрят. «У меня у самого скоро высшее образование будет. Это ж должно как-то обязывать. Так я понимаю. У вас высшее?» «Училище», – ответила Ева. Чередниченко не понял, высшее это или не высшее. Впрочем, ему было всё равно. По мере того, как он излагал сведения о себе, он всё больше убеждался, что «тут не надо долго трясти кудрями. Надо переходить к делу». «А родители у вас есть?» – спросил он. «Есть», – ответила Ева. «А зачем вам всё это?» «Ну, может быть, всё-таки пригубите с напёрсток? А то мне неловко одному». «Ну, с напёрсток наливайте», – согласилась Ева. «Выпили». Чередниченко выпил полстаканчика. «Не перебрать бы», – подумал он. «Видите ли, в чём дело, Ева?» «Ева?» «Игнатьевна», – сказала Ева. «Ева Игнатьевна». Чередниченко встал и начал ходить по крошечной комнате. Шаг к окну, два шага к двери и обратно. «Сколько вы получаете?» – спросил он. «Мне хватает», – удивилась Ева. «Допустим. Но в один прекрасный, простите, как раз наоборот, в один какой-нибудь трагичный день вы оттуда упадёте и разобьётесь. Слушайте вы...» «Нет, послушайте вы, голубушка. Я всё это прекрасно видел. И знаю, чем всё это кончится. Эти аплодисменты, цветы». Ужасно понравилось Чередниченко вот так вот ходить по комнатке и спокойно, убедительно доказывать. «Нет, голубушка, ты ещё не знаешь жизни, а мы её матушку как-нибудь уже изучили со всех сторон. Вот кому ему не хватало в жизни. Такой вот Евы. «Кому вы потом будете нужна?» – спросил он. «Никому». И сам же ответил. «Зачем вы пришли?» – спросила Ева. «Кто вам дал адрес?» «Ева Игнатьевна, я буду с вами напрямик. Такой у меня характер. Я человек одинокий. Положение в обществе я занимаю хорошее. Оклад, я вам уже сказал. До двухсот в целом». «Вы тоже одиноки. Я второй день наблюдаю за вами. Вам надо уходить из цирка». «Знаете, сколько вы будете получать по инвалидности?» «Могу прикинуть». «Да вы что?» – спросила Ева Игнатьевна. «У меня большой дом из лиственницы», – продолжил Чередниченко. «Но я в нём один. Нужна хозяйка. То есть нужен друг, нужно кому-то согреть этот дом. Я хочу, чтобы в этом доме зазвенели детские голоса. Чтобы в нём поселился мир и покой. У меня четыре с половиной тысячи на книжке. Сад, огород. Правда, небольшой, но есть где отвести душу. Покопаться в земле для отдыха. Я сам из деревни. Люблю в земле копаться. Я понимаю, что говорю несколько в резонанс с вашим искусством, но, Ева Игнатьевна, поверьте мне, это же не жизнь, как вы живёте. Сегодня здесь, завтра там. Ютитесь вот в таких комнатушках. Питаетесь тоже где в сухомятку, где на ходу. А годы идут. Вы что, сватаете меня, что ли? Никак не могла понять циркачка. Да, я предлагаю вам поехать со мной. Ева Игнатьевна засмеялась. Хорошо, воскликнул Чередниченко. Не надо мне верить на слово. Хорошо. Возьмите на неделю отпуск за свой счёт. Поедемте со мной. Посмотрите. Посмотрите. Поговорите с соседями. Сходите на работу. Если я хоть в чём-нибудь вас обманул, я беру свои слова назад. Расходы туда и обратно мои. Согласны? Ева Игнатьевна долго, весело смотрела на Чередниченко. Тот открыто, тоже весело, даже игриво принял её взгляд. Ему нравилось, как он действует. Деловито, обстоятельно и честно. Мне 42-й год, забыла вам сказать. Кончаю сельхозинститут заочно. Родни мало осталось, никто докучать не будет. Подумайте, Ева. Я не с бухты барахты явился к вам. Ну не умею я говорить красивые слова. Но жить будем душа в душу. Я уже не мальчишка. Мне теперь спокойно трудиться и воспитывать детей. Обещаю окружить вас заботой и вниманием. Ведь надоело вам эта бездомная жизнь. Я же вижу, это богема. Богема. А? Богема через О, сказала Ева. Ну какая разница, продолжил Чередниченко. Суть-то одна. Разная, так сказать, по форме. Но одинаковая по содержанию. Мне хочется уберечь вас от такой жизни. Хочется помочь. Начать жизнь моральной, физически, здоровую. Чередниченко сам проникался к себе уважением. За высокое, хоть не громкое благородство. За честность, за трезвый, умный взгляд на жизнь, свою и чужую. Он чувствовал себя свободно. Допустим, что вы нашли себе какого-нибудь клоуна. Помоложе, возможно, поинтересней. Что дальше? Вот так вот кочевать из города в город? О детях уже говорить не приходится. Им что? Чередниченко имел в виду зрителей. Посмеялись и разошлись по домам, к своим очагам. Они все кому-то нужны. А вы снова в такую вот, извините, дыру. И никому вы больше не нужны. Устали же вы греться у чужого огня. Эту фразу он заготовил заранее. И если вы ищете сердце, которое бы согрело вас. Вот оно. Чередниченко прижал левую руку к груди. Он чуть не заплакал от нахлынувших чувств и от выпитого вина. Долго было бы рассказывать, какие это были чувства. Было умиление, было чувство превосходства и озабоченности сильного. Герой и жертва, и учитель жили в эти минуты в одном. Чередниченко. Каким-то особым высшим чутьем он угадал, что больше так нельзя. Дальше будет хуже или то же самое. Надо уходить. Не буду больше утомлять вас. Ухожу, сказал он. Ночь вам на размышления. Завтра вы оставите записку вашему служителю. Такой, с бородавкой в шляпе. Знаю, кивнула Ева. Вот, оставьте ему записку, где мы встретимся. Хорошо, оставлю, сказала Ева. Чередниченко пожал крепкую ладонь циркачки, улыбнулся. Ласково и ободряюще тронул ее за плечо. Спокойной вам, простите наоборот, неспокойной ночушки. Циркачка тоже улыбнулась. До свидания. Не красавица, но очень-очень миловидная, подумал Чередниченко. Эти усики на губе, черт их возьми, пушочек такой. В этом что-то есть, говорят темпераментные. Чередниченко вышел на улицу. Долго шел какими-то полутемными переулками. Наугад. Усмехался довольный. Лихо работаешь, мужик, думал он о себе. Раз-два и в дамки. Потом, когда вышел на освещенную улицу, когда Вдостель налюбовался собой своей решительностью, она просто изумила его сегодня, эта решительность, он вдруг ни с того ни с сего подумал. Да, но как-то все ужасно легко получилось. Как-то уж очень, черт его знает, конечно, но не оказаться бы самому в дурацком положении. Может, она у них на самом плохом счету. Может, ее это, того. Не узнал ничего, полетел сватать. Хоть бы поинтересовался сперва. С одной стороны, его обрадовало, что он с таким блеском отработал. А с другой, очень вдруг обеспокоила легкость, с какой завоевалось сердце женщины. То обстоятельство, что он, оказывается, умел действовать, если потребуется, навело его на мысль, а не лучше ли с такой-то напористостью развернуться у себя дома? Ведь есть же и там женщины, которые не циркачки. Вот есть одна учительница, вдова, красавица, степенная, на хорошем счету. Почему, спрашивается, так же вот не прийти к ней вечером и не выложить все напрямик, как сегодня? Ведь думал он об этой учительнице. Думал, но страшился. А чего страшился? Чего страшился-то? Так, так, так. Чередниченко прошел вдоль Приморской улицы до конца и повернул назад. Хуже нет, когда в душу вкрадывается сомнение. Тем-то, видно, и отличаются истинно сильные люди. Они просто не знают сомнений. Чередниченко грызла сомнения. Скрыть, что она циркачка, конечно, можно, только. Характер-то куда денешь? Его же не скроешь. Замашки-то циркаческие, они же останутся. Ведь он у нее уже сложился характер. Совершенно определенный, далекий от семейных забот, от материнства, от уюта. Ну, обману я людей. Скажу, что она была, допустим, администраторша в гостинице. Но себя-то я не обману. На кой черт себя-то обманывать? Ведь она, эта преподобная Ева, столько, наверное, видела-перевидела этих Адамов, сколько я в уме не перебрал баб за всю жизнь. У нее, наверное, летели искры-то из-под копыт со своим пушком на губе. Уж теперь не сомнения, а раскаяние и злость терзали Чередниченко. Он ходил вдоль Приморской улицы, сжав кулаки в карманах пиджака, долго ходил, не глазел на встречных женщин, весь ушел в думы. Так-так-так, значит, обрадовался, мол, сразу покорил. А она, наверное, сейчас Богу молится, мол, нашелся один дурак, хочет взять замуж. А то, будь она на хорошем-то счету, не нашелся б никто до 26 лет, что ли. Вот же дела. Вывез Николай Петрович царевну из-за синих морей, елки зеленые. Все с ней поматросил да бросил, а один долдон в жены себе определил. А потом выяснится что-нибудь, переспит с кем-нибудь, забеременеется, скажешь, от меня. И нечего ее винить. У нее это как алкоголизм. Потребность выработалась, обновлять, ощущения. А начни потом разводиться, она потребует полдома. Иди доказывай судьям, что я ее, того, с канатов снял. Можно сказать, разгребку чумала, извлек из-под самого низа. Сильно помятую драгоценность. Опять вспомнилась Чередниченко вдовая учительница в их городке, и он чуть не взялся за голову. Каких глупостей мог наворотить. Ведь вывез бы я эту Еву домой, она бы мне там устроила концерты. Тогда завязывай глаза от стыда и беги на край света. Насмешил бы я городок, ой, насмешил. Да приехай ты домой, дурак фаршированный. Возьми такую же бутылочку венца или лучше коньяку. Хороших конфет возьми. Иди к учительнице. Поговори обстоятельно. Тем более она тебя знает, что ты не трепач какой-нибудь, не забудыга, а на хорошем счету. Поговори с человеком, ведь умеешь. Ведь скоро диплом в карман положишь. Чего ждать-то, страдатели, елки зеленые. Опять долго не мог заснуть Чередниченко. Думал о вдовой учительнице. Мысленно он же уже семейной жизнью. Приходил с работы, говорил весело. Мать, порвать. Так всегда говорил главный инженер мебельной фабрики. Получалось смешно. Ездил на маевку с женой-учительницей. Фотографировал ее. Воровато в кустах выпивал с сослуживцами стриминую. Пел в автобусе, ревела буря, гром гремел. Думал о детях, как они там с бабкой-то. Но он-то еще ничего. Бозланил с мужиками про Ермака. А вот жена-учительница он видел краем глаза. Уже вся давно дома, с детьми. Ей уже не до веселья. Скорее, скорее домой. Да нет, черт побери. Можно же устроить славную жизнь. Славнецкую жизнь можно устроить. Он так усладился воображением, что и циркачку вспомнил, как далекий неприятный грех. Попробовал посадить на маевке вместо жены-учительницы, жену-циркачку. Не, циркачка там никак не на месте. Чужая она там. Начнет глазами стрелять туда-сюда. Нет. Как же мне быть завтра, подумал он. Не ходить совсем к цирку. Неудобно. Явился, наговорил сорок бочек и нету. Нет, надо идти. Скажу, что срочно отзывают на работу. Мол, получил телеграмму. Уеду, а потом спишемся, мол, и все. И постараться не попасть ей на глаза в эти дни на улице. Они скоро уедут. С тем Чередниченко и заснул. И крепко спал до утра. Во сне ничего не видел. На другой день Чередниченко загорал на пляже. Потом, когда представление в цирке началось, пошел к цирку. Служитель встретил Чередниченко как родного брата. Вам письмишко воскликнул он, улыбаясь шире своей шляпы. И погрозил пальцем. Только наших не обижать. Наверное, еще хотел получить трешку. Фигу тебе, подумал Чередниченко. Жирный будешь. И так харя-то скоро треснет. Письмецо было положено в конверт. Конверт заклеен. Чередниченко не спеша прошел к скамеечке, сел, закурил. Под брезентовым куполом взвизгивала отвратительная музыка. Временами слышался дружный смех. Наверное, длинноволосый выкомаривает. Чередниченко, облокотившись на спинку скамьи, немного посвистел. Конверт он держал кончиками пальцев и слегка им помахивал. Поглядеть со стороны, можно подумать, что он, по крайней мере, раза три в неделю получает подобные конверты, и они ему даже надоели. Нет, Чередниченко, конечно, волновался. Немного. Там где-то внутри у него все дрожало. Все-таки неловко. Если, положим, ему пришла такая блажь в голову идти сватать женщину, то при чем здесь сама эта женщина? Что должна будет согласившись остаться с носом? Чередниченко вскрыл конверт. На листке бумаги было написано немного. Чередниченко прочитал, оглянулся на цирк, еще раз прочитал и сказал вслух негромко, с облегчением. Ну, вот и хорошо. На листке было написано «Николай Петрович, в сорок лет пора быть умнее». «Ева». Они же другим почерком, помельче, торопливо. А орангутанги в Турции есть. Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу и засмеялся. «Хохмач». Он почему-то решил, что это дописал клоун. «Ну, хохмач, у меня совесть есть, дорогой мой, совесть, но вам этого не понять». Чередниченко встал и пошел по улице в сторону моря. Мысленно отвечал Еве. «Умнее, говоришь, надо быть? Да как-нибудь постараемся. Как-нибудь уж будем стремиться. Все мы хочем быть умными, только находит порой такая вот дурь, как говорят и на старуху бывает проруха. Вот она проруха и вышла». «Ах, дорогуша ты моя усатая, советуешь, значит, мне быть умнее. Хотя, конечно, ты же по веревке умеешь лазить. Кому же и советовать, так как не тебе. Мне сверху видно все. Ты лучше пособетай длинноволосом, чтобы он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечером, а тебе вечер просидеть одной никак нельзя». «Как же?» «Жизнь-то дается один раз. Тело пока еще гнется. Не состарилось?» «Как же вам можно вечер дома посидеть?» «Нет, это никак невозможно. Вам надо каждый день урывать. Ловите миг удачи. Ловите. Ловите, черти крашеные». Чередниченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный пароход «Россия». Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой. «Куда-нибудь бы поплыть, а? Далеко-далеко, да?» «На таком, наверное, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море». «Давайте, давайте, плывите!» машинально подхватил их слова Чередниченко, продолжая разглядывать пароход. «Плывите!» «Молокосос!» Ему было очень хорошо на скамеечке. Удобно. Стаканчик сухого приятно согревал грудь. Чередниченко стал тихонько себе под нос насвистывать амурские волны.